Добрый день, уважаемые инвестори! Российский рубль вчера-таки смог немного обыграть доллар США. Курс последнего в итоге снизился на 1,9 копейки, закрыв день на уровне 32 рубля и 32 копейки. Собственно, мы видели, что до обеда рубль укреплялся к доллару, потом начал растрачиваться внутренние завоевания, но вечером опять-таки умеренно укрепился. В результате такой картины небольшое укрепление мы и увидели. Собственно, внешний фон пока выглядит достаточно стабильным. Рынки капитала вчера ростом похвастаться не смогли, но и просадки здесь сильные мы не видели. Нефть смогла немного заработать. Вывод такой, что при таком достаточно пока спокойном внешнем фоне налоговый период определенное влияние положительное на рубль оказывает. Например, завтра предстоит отечественным организациям платить НДПИ, то есть налог на добычу полезных ископаемых и акцизы, и на следующей неделе рассчитаться по налогу на прибыль, на чем налоговый период и закончится. Конечно, влияние налогов ограничено, поскольку Банк России фактически заливает рынок ликвидности, ликвидности, о чем мы скажем чуть позже, но все же поддержка определенной с этой стороны идет. На этом фоне ожидаем сегодня укрепления рубля по отношению к доллару США. Что касается Банка России и его репо, то вчера был побит очередной рекорд по лимиту на недельные операции аукционного репо. Банк России поставил крайне внушительные 2 триллиона и 320 миллиардов рублей. Теперь ожидаемо не смогли переварить Банке весь этот лимит, но несмотря на это все равно спрос находился на крайне внушительном уровне. 1 триллиона и 988 миллиардов рублей. Хронически, конечно, Банки не добирают средства на недельном аукционе, но только ввиду его большого масштаба. Что касается дальневного репо, то здесь лимит был немного понижен, но Банки фактически полностью его израсходовали на утреннем аукционе. Собственно, такая поддержка дает возможность корпоративным рублевым бандам немного подрастать в цене. В последние дни как раз такая картина наблюдается. Собственно, сегодня ожидаем ее продолжения. То есть цены рублевых бандов корпоративных могут немного подрасти. Сегодня Минфин будет вновь выходить со своими предложениями по ОФЗ. Считаем, что в этот раз тактика более удачная. В прошлый раз Минфин предлагал один выпуск на 30 с небольшим миллиардов рублей. Семилетний выпуск в итоге разместившись немногим более чем на 10 миллиардов рублей. Сегодня будут предлагаться трехлетний и десятилетний выпуски по 10 миллиардов рублей каждого. Почему более выигрышная тактика? Поскольку сейчас мы видим, что после отскока, который произошел в секторе после просадки, наблюдается консолидация, участники торгов не спешат, читаем, побаиваются, пока совершать активные покупки государственных бумаг российских, поскольку не до конца понимают перспективы рынка. С одной стороны, есть вероятность скорого снижения процентов ставок ключевых банком России, но, с другой стороны, пока все-таки не спешат с решениями, поскольку уже ждут довольно-таки долго смягчения денежно-кредитной политики, но его так и не, скажем, пока не происходило. Ближе к августу будет понятно, какова у нас инфляция, что может сделать она в своем августовском заседании Банка России. Здесь, соответственно, сектор может вновь обзавестись спекулятивной идеей. Сегодня ожидаем умеренного интереса участников торгов к аукционам Минфина по размещению ФАЗЭ. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok